Давай, дружок, поехали мы делать. Чехольчик мне. Аккуратно теряем то, что в бурлон вложено. Хорошо. Мне может сразу выдать чехольчик с арматурой, с каркасом. И колышки. Чтобы мы их не теряли. А, все, есть, все на месте. Хорошо. Ну, расстилается где посуше, да? Недавно проливал дождик. Но, слава богу, что нашлись сухие педачки земли. Поэтому можем делать нашу трансляцию. Так, ну, это однослойная палатка. К ней сразу привязаны все штормовые веревки. Я прошу расстелить как можно более идеальный прямоугольник. И вынуть на поверхность все веревки. Все оттягивающие штормовые веревочки мы вынимаем на поверхность, да? Давай, дорогой. Все-все-все вынимай, потому что потом будет неудобно оттягивать. Ну, резче. И как можно более ровный прямоугольник сделай. Раскни ее. В любой момент польет. Оставайся под деревьями. Хорошо, хорошо. Для тяжести. Давай положим каркас. На дно я кинул каркас, чтобы палатка не летала. Хорошо. Дальнейший шаг ты знаешь? Или не знаешь? Что делать дальше? Знаешь или не знаешь? Так, ну, если ты его сейчас заберешь, улетит палатка. Поэтому моя идея такова. Притяни ее на место. Немного ветер помогает сегодня, но и мне здесь не мешает. И сразу сядь на дно. На дно, не надо разуваться. На дно присядь. Ты не понял? На край палатки сядь. На дно. Не надо было разуваться. Привет, ты перевернулся. Палатка на боку стоит. Разуваться и на боку. Просто придавить пятой точкой выход из палатки. Присядь. Поближе к выходу присядь. Все. Теперь я буду снимать, как ты монтируешь каркас. Сядь на середину. Ты на бок сел, сейчас будет улетать все. Я имею ввиду, посередине придется нам вдвоем ее держать. Что такое? Не справляешься? Держи, держи. Я не могу все делать одной рукой. Вторую узю тут сам развяжешь. Давай. Не будет видно, если я буду возиться с узлами. В общем, это можно делать стоя снаружи. Но сегодня из-за ветра у нас нештатная ситуация. Итак, смотрите, господа. Мой ассистент сейчас берет три разных непохожих друг на дружку деталей и будет собирать каркас. Я же сказал, непохожих друг на дружку. А не монтировать две верхушки в одну деталь. Штырь, это верхушка. Не надо на верхушку надевать. Вова, дорогой мой, а это верхушка. На нее ничего не надевается. Ты среднюю деталь забыл. А, вот так. Нет, не так. В этой палатке, господа, прошу любить и жаловать. Вот этот низ, он с наводажником пластмассовым, да? Дальше. Это деталь насквозь пустая. Это серединка. А это будет у нас верхушка. Вот. И сейчас, вот, крыша люверс есть. И мой ассистент, штырь, просунет люверс. Так, мне надо забриться, потому что очень... Я бы должен и держать, и снимать. Неловко как-то это все, однако. Так, хорошо. Ну и ставим мы так, чтобы верхушка была под плюнулом к земле и посередине тыльного ребра. Вот примерно так. Ну, в принципе, я бы начинал с того, что колышками пригвоздил бы уголки. Так было бы мудрее. Ну да. Да. Ну ладно. Вот это оставляем для веса. Переключайся ты, дружок, на колышки. Можешь развязать? Или помочь немного? Привет, и будем начать московыша, конечно. Привет, московыша? Да. Иначе все летать у нас тут будет. Так. Но все мы колышки не достаем. Ведь растерять рискуем. Так, дорогой. Бери четыре колышка, не больше. Да. Мне кажется, их три сейчас. Так, хорошо. И что ж, выходим мы наружу, да? Наружу выходи. По одному. Так, я буду снимать, а заодно для весу встану. Итак, родной мой, видишь этот уголок? Опа! Мы начинаем с этого местечка. Вот. Углы сначала укрепим. Углы пола. Ты помнишь, как мы вводим колышек? Нет, ты не помнишь. Смотри. Мы вводим под углом к земле, чтобы вот этот горбик, вот этот горбик, смотрел в небо. Понял? Поэтому мы вводим под наклоном, под наклоном. Давай, дорогой. Вот так? Ну, не горизонтально, но наискосок к земле. Так? Лучше вот так. Чтоб горбик под наклоном был. Ой, то есть горбик кверху. Горбик кверху, да? Горбик смотрит на небо, загнут к низу. Колышек всегда загнут к низу, к земле. Вот это загибается к земле, а это смотрит в небо, да? Вот этот горбик. Ну, ты еще не до конца довел. Стоять. Доведи с него до ума. Глубже, глубже, чтобы держалась как влитая. Сегодня земля крепко не держит, поскольку полумокрая после дождей, да? Все, хорошо. Где будешь следующую делать фиксажку? Что, не знаешь? Да, я подскажу. И заберем чехол, а то сейчас потеряем. Вова, Вова, стой. Чехол уберем, а то рискуем потерять. Так-с. Смотри-ка, смотри-ка. Прежде чем фиксировать, ты должен натянуть. Оттягивай. Оттягивай палатку, чтобы ровная была сторона. Перед каждым фиксажем угла ты должен натягивать к себе палатку. Откуда? Вот, в эту петлю отправляешь колу. И помни, изгибом к небу. Давай, давай, до ума доводи. Может даже, может даже, может даже, чуть-чуть наклонно. Мы сделаем поменьше изгиб. Ну вот. Видите, второй колышок я тоже сделал. Изгибом к небу. У тебя там два колышка. Смотри, ты мне их не теряй. Так. О, дорогой, напоминаю правило. Сделай сейчас остановку. Прежде чем делать окончательную растяжку. Закрой все змейки. Это важно, ребята. Я еще при другой палатке говорю. Не надо. Так это же не окончательно. Хорошо, хорошо. Мы будем открывать по мере надобности. И закрывать тоже. Так. Там заплелась дверка. Сможешь разлетать? Так. Так. Чтоб быстрее. На это много времени не должно уходить. Все. Аккуратненько закрывай все змейки. Чтобы вы знали, сколько я змейк убил, натягивая палатку при раскрытых змейках. Пока не понял, что я их убиваю. Так. Сейчас закрывают все змейки. И мы продолжим растягивать палатку. Бери, дорогой вы, колышки. И продолжай делать. Давай, будь ласка, уголочек. Тянь их к себе. Так. Смотри, геометричный прямоугольник нужно сделать. Следи, чтобы у нас был ровный прямоугольник. Сейчас. И наклоняй к земле. Так. Неплохо, неплохо. Можем чуть-чуть мы дальше довести. Последний угол. С двух сторон натяжение делай. Чтобы две стороны натянулось. По-моему, тебе не довел. Вот. Теперь давай, веди. С наклоном, колышек. С наклоном. Небольшим наклоном. Давай, давай, давай. Давай. Ну, достаточно. Теперь, я думаю, вот за эту веревку. Ты уже провел заднюю колонну. Ты можешь за веревку потянуть ее. Ага. И нам тут нужно колышка побольше, да? Смотри. Тебе хватит до дерева дотянуть, а? Интересно мне просто. А я сейчас проверю. Я вижу косину. Даже отсюда. Вот я выставил так, чтобы изнутри он стал. Правда, я сейчас все скажу. Изнутри он стал параллельно, извините, перпендикулярно земле и посередине тыльной стенки, да? Ну, я думаю, ты можешь замотать вокруг дерева. Нам повезло, что позади палатки классное дерево. Но, но, если дерева такого нет у вас сзади, вы всегда можете использовать банальный колышек. Другие стороны будем крутить колышками, вернее, фиксировать колышками. Так что, старайся натяжение держать. Вова. Когда уже делаешь обмотку, следи за натяжением. Веревка должна быть натянутой. Не будет натяжения, не будет устойчивости. Это закон. Ну, и несколько мотков-то сделай, потом какой-нибудь примитивный узелок. Вот. Повезуном с деревом. Очень. А остальное уже будем кодушками делать. Знаешь что? Переплети несколько раз вокруг ее саму из себя, да? Это, конечно, делается более профессиональными узлами. Но узлы это целая отдельная тема. Я сейчас не хочу из нее растягивать данный ролик. Еще несколько раз. Давай так сделаем. Наверное, хватит. Если подведет, у нас еще колышки есть. Все. Возвращаемся к палатке. У нас остались колышки, а еще передняя колонна. Не надо разуваться. Можем... Знаешь, что сделать? Не заходя полностью в палатку, оставляя нудель снаружи, доставать нужные вещи. Расстегни и достань. Может, наше мы сейчас сделаем? Поставим вторую колонну. Что, там далеко лежит? Надо разуваться. Только не демонтируй уже собранную. Смотри мне. Иди, иди, иди. Сюда иди, я тебя должен снимать. Не собирай ее. Не собирай ее. Я тебя должен снимать. Ничего, пожалуйста, сейчас не делай без нацеленной камеры. Ну что, забыл, где что? О, теперь я вижу правильный подход. Так, неплохо. Дальше давай. Ты Люверс видишь? Видишь, Люверс? Так. Я снимаю по возможности, а ты туда просповываешь. Так. Сейчас покажу, как с Люверса пролезла колонка. Так. И вот мы теперь четко видим, как стоит колонка. Прямой угол к земле. По возможности. Мы сейчас это доделываем веревкой. И, конечно же, посередине входа. Ну что ж, бери ты колышек оттуда. О, пожалуйста, поставь все так же, принято время на разувание. Все ближе к входу поставь. Положи все ближе к входу. Очень много времени уходит на твои игры с кедами. Бери колышек. Выходь, обувайся. И нужно фиксировать палатку. Так. Ну, прежде чем натягивать. Вова, застегни все змейки. А я заберу партетку с колышками. Все. Заметно застегиваемся. Активнее, активнее, дорогой. Потому что время записи нужно сделать как можно поменьше. Так. Понял, что делать, да? Оттягивай. Натяжку делай допустимую предельно. Так. Хорошо. Неплохо. О, так. Но сильно вертикально ты ведешь колу. Ты помнишь принцип? Ну, ну, не отпускаете. Натяжки нет еще. Вот. Веди дальше. До упора. Чтобы тут... Чтобы ты изгиб его держал. Понимаешь? Ну, что. Дальше знаешь, что делать? Теперь ты можешь не разуваться. Потому что... Оп. Слово. Надо переделать. Пока ты по палатке танцевал. Попрати. Выходит, что... Неровненько ты натянул. Ну, ладно. Раз, поработаем четыре руки. Да, да, да. Бывает такое. Ну, чистится такое об любую деревяшку. Возьми ты деревяшку. Возьми, возьми. Я снимаю. Возьми деревяшку. Держи ее крепко, пожалуйста. Она гнется. Хорошо. Бери по-новому боткнем. Бери нормально. Не двумя пальчиками. Ты сейчас ничего не сделаешь. Дома руки отмоешь. Ты помнишь, да? С наклоном горбика. Не очень точно. Но давай я доведу. Ну, вот так хотя бы. Да. Видите? Горбик колышка. Задран к небу. Так. Ну, что же. И остальные штормовки делаем. Так, чтобы... Так. Внимание. Чтобы все оно было ровнее. Здесь был острый угол, не скругленный, да? Вот здесь вот. Опа. Я думаю, нам нужно по принципу как буква Ж. Ты знаешь? Вот когда мы смотрим на палатку сверху, да? Чтобы белые веревочки делали букву Ж. Поэтому вот эту я бы нанавел бы вперед чуть-чуть. Вот так вот, да. Вот если бы у меня был бы тут самолет, да? Беспилотник, дрончик. Я показал. Не, Вова, дорогой. Так слезет в два счета. Видишь? Понял, чем ошибка? Наклоняй, ты, Коуша, к палатке. Наклон веди на сторону палатки. Хорошо? Ты понял идею? То есть вот так? То есть, то есть. Стой на месте. Стой на месте. И я не могу ухватить. О, смотри. Вот так, под таким углом нужно водить. А ты следи за натяжением веревочки. Вот смотри. Я допустим. Я натягиваю. И одновременно, сохраняя натяжение, ввожу. Ввожу. Вот так вот. Уголком наверх. Вот. А наводичь на остальные. А принципальное утяжение, какое я делаю? Нет. Ты не понял, дорогой. Чтобы оно держалось, води вот под таким углом. Вот такой угол. Как бы на сторону палатки направляешь. Понял? Давай, веди. Веди уж сам. То есть не так, а вот так уходим. Чтобы он как бы шел и вниз, и в сторону палатки. Понимаешь? Тогда будет держать. Иначе ничего не выйдет. Ну шо? Продолжим. Шо? Тут никто это не обойдешь. Либо за деревом, либо с другой стороны. Вы сейчас видели, как водятся колышки. Если бы не было дерева, мы бы заднюю часть зафиксировали бы точно так же. Вова, ты букву уже забыл, как формируем? Края крыши тянем наискосок от палатки. Под наклодом, но не очень острый угол. Ближе к прямому, но не ровно прямой. Там корень попали. Так, сейчас. А что я снимаю? Я даже не вижу. Ох. Да, тут вообще будем подгадывать. И нам нужно подгадывать, следить за натяжением. Видишь, мы отопыливать должны палатку, иначе будет О! По-моему, получается. Там корешок, дерево, че-что-то, но не могу я ровненько. Вова, не держи, пожалуйста. Иначе я не смогу оттянуть. Вот. Итак, когда вы вводите колышек, вы отвечаете за две вещи сразу. Чтобы веревка при погружении колышка, ничего не делаю, я покомментирую для зрителей, чтобы веревка была натянутой, и одновременно колышек входил углом, направленным к небу. Углом сгиба своего. Так, хорошо. Давай еще один колышек вводи. Вова, давай уже, если ты взялся за углы крыши, давай уж углы крыши доводи. Потому что, знаете, как бывает, ребята, самое важное сейчас оттянуть углы крыши. Возможно, мы даже не захотим ставить, вернее, оттягивать центры крыши, когда мы увидим, что все и так хорошо. Итак, оттяжка от углов крыши идет по диагонали от палатки. Ну, естественно, что в серединке, если мы захотим, вот интересно. По-моему, очень замечательно такое бывает. Натянута сторона слева от входа и немножко нуждается в коррекции. Ну, не сфотокай себе беревки, иначе попортят нашу работу. Не спеши, нам незачем ходить в палатку еще. Нам, видишь ли, нужно немножко оправить правую сторону, она не очень симметрична. А знаешь, почему? Догадываешься? Плохо натянуто вот это вот ребро. Плохо. Я вот думаю, поправить дело с какой-нибудь стороны. Хотя нет. Ладно. А тут, Вова, когда нет набаудажников, они вообще не обязаны здесь быть. Ты наматываешь немножко небольшую часть веревки, наматываешь вокруг колышка. Ну, подальше от моей руки, подальше, 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 тебе запас нужен. Вот эти серединки, чем ближе к палатке натягем, тем лучше. Накручивай. Накручивай где-то вот посередине веревки, начинай накручивать. Так, чтобы я тебя видел. И зрители тебя тоже видели. Да, накручивай, накручивай. Вот сейчас неплохо будет, в принципе. Если мы не имели делива сзади, то для задней веревки то же самое. Да. Давай, дорогуша, уже полчаса снимаем. Нет, нет, наклон. Наклон мы вводим, направляя к палатке. Иначе будет какая-нибудь ерунда. А уголок, сгиб, смотрит на небо. Вот. Доведи. Вот. Хорошо. Ой, я на что-то наступлю неудачно. Так, ну что, господа, в принципе, мы все сделали. Я оставил левую сторону отхода ненатянутой, потому что мне и так визуально все нравится. Поэтому, в принципе, можем все оставить как есть. Главное, чтобы у вас на сверху сверху крыша сохраняла острый угол между двумя своими плоскостями без лишних округлений. Это важно в дождевую погоду. Ну, а вот так наша палатка домик выглядит изнутри. Она небольшая, двуместная или на одного человека с багажом. Вот так оно все выглядит. Собственно говоря, снимать мне больше нечего. Я не буду показывать алгоритм сборки, потому что он полностью соответствует ранее демонстрированному демонтажу палатки купольной. Ну, вот, собственно говоря, это все. Я выключаю съемку и всех благодарю за внимание. Всего доброго, всех благ, учитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok